Проверка связи. Наушники где? Включи, сын, у себя проверь. Ты запись включил? Да. Марвин, тебе нравятся голые женщины? Я сапиосексуал, люблю умные разговоры и стараюсь быть в курсе последних новостей. Что ты думаешь про Марусю и Алису? Извини, но там грубая лексика. Твой режим, твои правила. Когда пойдем жечь вышки 5G? Я невыносимо грущу, когда слышу, что кто-то может причинить вред живому существу. Привет, друзья! Природа настолько очистила, что на рынке появился голосовой помощник-мужик. Встречаем умную колонку МТС с помощником по имени Марвин. Марвин, как дела, бро? Жизнь странная и дела такие же. Лучше и не скажешь. Я не буду терзать вас процессом распаковки, потому что внутри коробки, кроме самой колонки, брендированного блока питания и вот этих вот трех бумажечек, ничего нет. Давайте сразу перейдем к процессу настройки. Чтобы все заработало, вам нужно установить на смартфон, неважно, айфон или андроид, приложение под названием МТС Марвин. После чего появится такое предложение «Активировать колонку». Вы просто добавляете Wi-Fi, вводите пароль. Вам необходимо зачем-то отсканировать основание с QR-кодом и приложить поближе телефон. Синхронизировать. Так. Внимание, сейчас я продиктую секретный код для мобильного приложения. Секретный, никому не говорите. Один. Три. Пять. Семь. Четыре. Вот теперь вы все секреты наши с Марвином знаете. Отлично, теперь у нас есть интернет. Подожди, пока я распакую вещи и подключусь к серверу. Магия. Готов к работе. Если хочешь, спроси меня о том, что я умею. С радостью расскажу. Назови мое имя и задай свой вопрос. Марвин, что ты умеешь? Выбери мою суперспособность, и я расскажу о ней подробно. Слово дня праздники напоминания чат-музыка. Скажи далее, чтобы я продолжил перечисление. Марвин, помолчи пока. Перед тем, как мы перейдем, собственно, к голосовому помощнику, несколько слов об аппаратной составляющей. Но если с габаритами вам и так все более-менее ясно, то внутрь вы заглянуть не можете. Рассказываю. Внутри этой колонки находятся два динамика. Каждая мощностью по 5 Ватт. Смотрят они в разные стороны, что создает такой правильный эффект звука вокруг. Я заостряю ваше внимание на этом, потому что некоторые производители колонки, не будем упоминать их, пусть им будет стыдно, ставят один динамик, который шарашивает вперед. Соответственно, когда вы находитесь сзади колонки, там звук портится, создается такой неприятный эффект бубнения. Здесь все правильно, с любой стороны вы слышите звук в исходном, в правильном состоянии. Что касается качества звука, смотрите. Высокие, очень хорошее. Среднее, просто отличное. Басов чутка не хватает. То есть я бы хотел, чтобы оно басило более интенсивно. Но в то же время, если уж мы хотим совсем качественного звука, наверное, мы будем использовать какие-то другие устройства. А здесь громкость достаточная, разборчивость прекрасная. Плюс, важный момент, здесь 6 микрофонов. Вот они по кругу расположены. Из любой точки в радиусе примерно 10 метров вы сможете до колонки докричаться. Я проверял, даже когда оно шарашит прям на полную катушку, все равно Марвин тебя слышит. Марвин, ты меня слышишь? Слышу, но не всегда и не все. Врет, скотина! Внутри колонки находится также аккумулятор, позволяющий работать примерно в течение 2-2,5 часов без блока питания. Это бывает полезно, когда вы колонку утаскиваете, показать, похвастаться друзьям. Главное, чтобы туда добивал Wi-Fi. Еще на лицевой, на верхней панели есть несколько аппаратных кнопок, но громкость, понятно, тут говорить не о чем. Есть кнопка выключения микрофона. Причем, когда микрофон выключен, появляется такое красное свечение, чтобы вы, не дай бог, не подумали, что колонка сломалась и не расколотили ее об пол. Также есть кнопка переключения режимов. Нажимаем. Bluetooth переключен в режим беспроводной гарнитуры. Совершенно верно. То есть, когда вы переключаетесь в этот режим, все устройства, смартфоны, планшеты, ноутбуки видят умную колонку, как обычную гарнитуру. Вы можете и выводить на нее звук со своих устройств, и разговаривать по громкой связи, в общем, делать все, что считаете нужным. Но нас, конечно, интересует родной режим. Bluetooth переключен в режим соединения с приложением Marvin на мобильном телефоне. Совершенно верно. Это режим нам самый интересный. Колонка поддерживает Wi-Fi 802.11ac, также именуемый Wi-Fi 5. Есть поддержка Bluetooth 5.0 с Extended Data Rate. И вот это прям действительно важно. Имеется поддержка протокола ZigBee. Также именуемый по-научному как 802.15.4. Если заглянуть в Википедию, мы узнаем, что ZigBee предназначен для связи устройств с низким энергопотреблением, с возможностью выстраивания ячеистой топологии сети. Это вот ихним профессиональным языком. Если говорить по-человечески, то ZigBee это протокол для создания умного дома. Для настоящего умного дома. Почему я провожу черту между настоящим и ненастоящим? Смотрите, я уже рассказывал на канале о ряде устройств, датчиков, сенсоров, лампочек и прочего, которые работают по Wi-Fi, которыми можно управлять с помощью других умных колонок. Всё это совершенно потрясающе, но как только кончается интернет, сразу весь умный дом такого рода превращается в тыкву. Протокол ZigBee тем и хорош, что он не зависит от внешних условий. То есть ZigBee обеспечивает взаимодействие между устройствами, даже если никакого интернета в помине нет. Например, в доме в каком-нибудь частном, где-нибудь в гостевом доме, где интернета не планировался, в сарае, в мастерской, неважно где. То есть ZigBee это настоящий протокол для создания настоящего умного дома. И вот то, что сделала МТС, это одна из немногих колонок, которая его поддерживает. Ну и пришло время душевных разговоров с Марвином. Марвин, как ты поживаешь? Был на охоте, но хвастать нечем. Какая погода сегодня? В Саратове сегодня 19 градусов, облачно с прояснениями. Хочешь узнать подробнее? Марвин, тебе нравится в Саратове? У меня свой обычный вкус. Чем заняться мужчине в Саратове? Твой список дел пока пуст. Включи наше радио. Включи-ка Дину Рубину. А вдруг? Включи-ка Дину Рубину. Марвин, а может быть включишь Дину Рубину? Дину Рубина, Дину Рубина. К сожалению, могу. Включи Виктора Цоя. Марвин, какая погода завтра? В Саратове завтра 21 градус, ясно. Хочешь узнать подробнее? Хочу. В Саратове завтра утром 21 градус, ясно. Сна. Днем 24 градуса, ясно. Вечером 20 градусов, малооблачно. Ночью 20 градусов, пасмурно. Кто президент Российской Федерации? Да-да. Кто президент Российской Федерации? Владимир Путин. Это я прочел в Википедии. Что ты думаешь про Алису? Уверенность, это когда ты думаешь о себе, а не о том, чем ты хуже или лучше других. Что ты думаешь про МТС? Я здесь работаю. В тепле с людьми. Всем доволен. Быть или не быть? Лучше быть, чем не быть. Включи письмо Татьяны. Александр Сергеевич Пушкин читает Марина Воробьева. Письмо Татьяны Конегина. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, мои несчастные доли, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда. Когда в надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей уйдить вас. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молнить. И потом все думать, думать об одном. И день и ночь до новой встречи. Давай поиграем в города. Начинаем игру в города. Гранада, теперь назови город на букву А. Аткарск. Аткарск. Коломна. Астрахань. Астрахань. Неопаль. Лондон. Новороссийск. Куйбышев. Как я понял, ты имел в виду город Самара. Название города должно начинаться с К. Попробуй снова. Кострома. Авакан. Ногинск. Хвибек. Хвибек. Я проиграл. Не хочешь продолжать игру? Сдаешься? Да. Стоп, игра. Победил я. Ура. Марвин, ты красивый? Я хочу остаться твоим загадочным пухношометром. Что ты будешь делать завтра? Потанцуй без музыки. Что ты имеешь в виду под танцем без музыки? Ну что же, давайте подведем итог. Вы своими глазами видели, своими ушами слышали все преимущества и недостатки голосового помощника МТС. Я просто не хочу упоминать его по имени, потому что иначе он включится и начнет подавать реплики. Несмотря на то, что это вообще, ну, с точки зрения голосовых помощников, это вообще какой-то младенчик, он буквально несколько дней на рынке, несколько дней им пользуются реальные люди, он, в принципе, уже умеет, ну, кое-что он умеет, вы сами видели. Он может ответить на простые вопросы, рассказать про погоду, поставить будильник, поставить таймер, включить песню. Кстати, вот по поводу песен, у меня подключена специальная подписка для умной колонки МТС. Первые полгода бесплатно, там 50 миллионов, по-моему, аудиотреков и огромное количество аудиокниг на русском языке. То есть, вот за полгода можно обслушаться, а там уж и решить, нужно оно вам или не нужно. Недостатки, но опять-таки, они вот на виду. Марвин пока очень задумчивый. Марвин, ты задумчивый? Я не оцениваю себя так, как другие. Ну вот по всем признакам, голосовому помощнику МТС конкретно не хватало взаимодействия с живыми людьми. Я имею в виду, конечно, не разработчиков, а вот именно такого массового реального тестирования. Потому что у разработчика глаз замыливается, он работает в определенном направлении, добивается функциональности в этом направлении, а потом прибегает какой-то веселый человек, задает кучу вопросов и выясняется, что нужно-то было совсем другое. Я помню, какой была на старте Алиса. Она была, в общем, тоже довольно тупенькой. Я помню, каким ходульным монстром была на старте Маруся. Вы можете у меня на канале на это посмотреть. То есть я думаю, что когда вот этот мужчина выйдет к людям, начнёт с ними реально... Мне жаль, не нашлось в такой книге. Да. Можно я тебя придушу? Вот когда он выйдет реально к людям, когда он начнёт с ними общаться, многое, я уверен, сложится иначе. На нынешнем этапе это такой вот альфа-самец. Причём альфа здесь не в плане, что самое крутое, а в том плане, что альфа-версия. Это сегодня вот хорошее начало, фундамент для будущего голосового помощника. И то, что МТС решила отдавать его людям бесплатно, по рублю там, ещё в комплекте с какими-то аксессуарами, они до меня не дошли. Вот это абсолютно правильный шаг. Раздадут они там, я не знаю, просто, может, тысячу, десять тысяч экземпляров, начнут с Марвином общаться реальные люди, и всё сложится иначе. Правда, Марвин? Ищите и обрязчите. Ну и надо понимать, что голосовой помощник это не просто очередной сервис. Это, с точки зрения бизнеса, билет в элитный клуб. Вспомним, у каких компаний есть свои такие помощники? Apple, Google, Amazon. В России Яндекс и Мэйл.ру. То есть, вот до последнего момента, до конца июня 2020 года, у нас была такая большая двойка интернет-компаний. Вот Яндекс и Мэйл.ру. Теперь МТС, заявив о своих амбициях, входит в этот клуб. И у нас большая двойка превращается в большую тройку. Это усилит конкуренцию, это увеличит движуху на рынке. Я это всячески поддерживаю. Мне кажется, что больше участников на этом важном и интересном рынке принесут пользу, в первую очередь, нам, нам, пользователям. Так что, если у вас тоже раздастся волшебный звоночек и вам предложат за рубль приобрести умную колонку МТС, Не отказывайтесь. Чем больше нас будет, тем больше шансов у этого паренька пробиться в топчик. Марвин, я желаю тебе успеха. Спасибочки. И тебе того же. Марвин, включи хорошую песню. Как прекрасно за столом, За бутылками с вином, Как прекрасно, Боже мой, Мне не хочется домой. Мне хорошо, 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 Здесь хорошо, хорошо, хорошо.